И получается, что в моей жизни переход на вегетарианство, оно потянуло очень много моментов с разных сфер жизни. Нужно в первую очередь каждому человеку самому быть честным с собой и не пытаться чужую сказку, какую-то историю рассказать. Спросили у какого-то мудреца, как ты создаёшь шедевр, а он из вояния из камня делал. Он говорит, я просто беру камень и отсекаю всё лишнее. Это философия моей жизни. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я из Беларуси, город Витебск. Я сертифицированный тренер по фитнесу, преподаю уже 10 лет. И за последний год я стала преподавать только йогу и перешла на вегетарианство. Это произошло очень легко для меня, очень спокойно. Я до этого не изучала вегетарианскую диету, кухню, вообще ничего про питание не изучала никогда. И я была, в принципе, всегда против любых ограничений. И всё, что идёт через силу, через принуждение. А в ноябре 2018 года я попала на двухдневный семинар ОМРУ в Минске. И это были такие очень интересные, лёгкие беседы. Где-то по полчаса эти лекции были. Мне очень понравились. Я приехала домой и уже поняла, что больше мяса есть не буду. Но я могу рассказать по своим ощущениям, как на уровне духовном, физическом и как в социальном плане это на сегодняшний день для меня приятно. Что касается физического. Я человек очень физически активный, очень подвижный. У него очень большой расход энергии. Преподавание меня занимает по 5 часов в день. Нагрузки физически очень большие, но вместе с тем мне вегетарианство совершенно никак не мешает. То есть у меня нет чувства голода, усталости, нет вот этой тяги к еде после занятий, во время занятий. Бывает, что в дни моих тренировок я практически не ем. Но у меня всегда с собой есть орехи, сухофрукты, мед. Что касается духовного уровня. Я почувствовала, когда перестала есть мясо, что мне стало легче, потому что мне никогда не нравился запах приготовления мяса или рыбы. Я всегда приходила на кухню и говорила, мама, фу, воняет мясом. Она говорила, нет, это пахнет. Я говорю, нет, это воняет. Вот, и как бы сейчас я понимаю, что, видимо, я просто никогда не любила эти запахи, не любила эту пищу. И поэтому мне было легко перейти. Это не было ничьим наставлением, это было именно мое желание. В один день перешла. То есть я не говорила, что я вегетарианка, что всему миру не объявляла, что я больше не буду есть мясо. Ну, вначале я сама должна была почувствовать свой опыт, как-то вот понять, нравится мне это, не нравится. И еще мне понравился такой момент в вегетарианстве, то, что я полюбила готовить. Я раньше никогда не любила готовить, а сейчас это для меня огромная радость. Я с удовольствием наготавливаю, я ищу рецепты. У меня появилось очень много знакомых вегетарианцев, веганцев, которые с огромным удовольствием делятся этими рецептами, тоже приглашают в гости, приносят что-то свое, приходят, пробуют мое. Мне это очень нравится. И получается, что в моей жизни переход на вегетарианство, оно потянуло очень много моментов с разных сфер жизни. То есть какое-то такое успокоение, умиротворение и осознанность. Осознанность всего, что ты делаешь вокруг себя. Мое такое, наверное, напутствие, что все должно быть у человека самого из души. Тогда оно будет действительно давать результат хороший. Потому что если это будет просто вот «Все, я больше не буду есть мясо! Почему не знаю?» Ну вот говорят, что это плохо. То просто в какой-то момент это приведет к какой-то проблеме. Это или нервный срыв будет, или же это будет потом откат по питанию, какие-то ужасы же вообще начнут люди есть. У каждого человека должен быть выбор абсолютно во всем. Если он хочет, на какую устроиться работу, или же быть вегетарианцем или нет. Ну, мы не будем благостными, если мы будем заставлять людей что-то делать так, как мы считаем правильным. Хотя вот мы занимаемся очень хорошим делом, мы вегетарианин, преподаем йогу. Но если мы заставляем, это неправильно. Значит, это у нас в первую очередь благочестия не хватает, чтобы преподнести эту информацию так, чтобы человек на тебя посмотрел и сказал, «Я хочу так же, я хочу, чтобы у меня тоже было спокойствие». Нужно в первую очередь каждому человеку самому быть честным с собой и не пытаться чужую сказку, какую-то историю рассказать. Тогда люди будут смотреть на тебя, они будут тянуться к тебе, и ту информацию, которую ты даешь, она будет качественной, она будет теплой, вкусной, здоровой. Что мне дало вегетарианство? Мне стало легче. Я почувствовала точно, что я избавилась от того, что лишнее. Я считаю, что это самое главное в жизни. Есть такая пословица, как-то там спросили у какого-то мудреца, «Как ты создаешь шедевр?» Он «извояние из камня делал». Он говорит, я просто беру камень и отсекаю все лишнее. Это философия моей жизни. Я понимаю, что я просто отсекла все лишнее. И очень много моментов дальше раскрылись самым лучшим и благоприятным для меня образом, для меня и моего окружения. Слушайте себя. Я желаю вам, чтобы у вас вот этот голос души, который есть, чтобы вы его не стеснялись, и вы старались его слушать. И из всего вот этого вот болтовни ума уметь прислушаться и понять, что правда, что на самом деле говорит ваша душа. И в какой-то момент вы будете слышать правильные ответы, те, которые нужны. А поймете, что они правильные, когда у вас жизнь уже будет складываться так, что вам комфортно. И окружению вашему комфортно. Это очень важно. Я считаю, это важно. Редактор субтитров А.Семкин